Демонстрация Мидиакордеона Последняя разработка компании Каваньола The best комплектейшн в МАКСИ With display And registers Искры сзади Ага, и джойстик Айпэд В общем тут всякие конфигурации Все это без проводов работает Еще вот такой вот модуль Здесь тут флешечка есть Можно по проводу использовать Красиво Такая акустика Это такая самоиграйка Он русский Самоиграйка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Масштабы впечатляют! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находимся во Франции, провинция Монто-Соле, правильно? Нет, нет, Монселамин. Монселамин? Монселамин, да. Нет, провинция Бургундия. Провинция Бургундия. В общем, мы еще пока улиток этих не видели, бургундских, но тем не менее. У меня в руках французский бренд Хаванёла называется. Это известный во всем мире инструмент, но он не простой, а он электронный, полностью безголосый. То есть здесь нет голосов, он очень легкий. По сути, это корпус с навпигованной начинкой. Значит, есть здесь дисплей, вот что немаловажно. Да, есть регистры. Регистры здесь выглядят как традиционные, но они как раз переключают основной функционал. Ну, обо всем немножко по порядку. Значит, также в комплекте, это максимальная комплектация. Значит, в комплекте присутствует звуковой модуль, он же беспроводной передатчик. Вот так вот он выглядит. Присутствует модуль автоаккомпанемента и планшет к нему, соответственно. И также все настройки производятся через планшет Apple. Сейчас мы добавим яркости немножко. Где тут яркость, чтобы было видно? Да видно, видно. Видно? Окей. Вот, значит, есть здесь специальное приложение. Вот это. Digitair. Ну, давайте я сейчас покажу примерно, что я научился делать. Значит, я настроил, ну, такой русский относительно баян. Звук выходит вот через эти колонки. Аппаратуру можно абсолютно любую подключать. Ну, так все, естественно, в следующий аппарат. Байкали. Играет музыка Ну, в общем, как вы поняли, тут C-гриф, поэтому я извиняюсь, я второй день уже тренируюсь на нем, поэтому здесь хроматика идет совсем по-другому, не то чтобы нас, я буду подглядывать, ну и буду немножко лажать. Из примечательностей здесь имеется джойстик в левой клавиатуре, что позволяет делать это нетемперированная глиссанда, всякие вибрато и так далее. Вот, здесь также, значит, есть возможность программирования, то есть здесь очень-очень много функций всевозможных. На правую клавиатуру можно наложить практически неограниченное количество звуков, тембров. На левую, отдельно на дорожку баса, отдельно на дорожку аккорда тоже можно это все сделать. Также можно наложить барабан на ручном режиме, ну и, соответственно, воспользоваться автоаккомпанементом. Давайте немножко обо всем продолжим по порядку. Значит, здесь 20 банков, в которых есть, получается, раз, два, три, четыре, пять регистров, которые переключаются в одну сторону и в другую, то есть получается 10 регистров. Вот этим регистром мы переключаем так называемые банки-наборы. У представителя фирмы Каваньола, значит, да, покажите, вот, то есть вот здесь вот банк, вот здесь, соответственно, регистр. Регистр один, регистр два, вот вниз регистр два. Тут уровень заряда батареи, вот вчера вот целый день на нем играли, показывало 14 часов, сейчас покажет уже 7, поэтому батарейки хватает очень надолго. Ну, так у представителя фирмы Каваньола, здесь забиты его авторские пресеты, то есть для его музыки. Ну, я сейчас попробую в каждом стиле немножко поиграть, чтобы вы послушали тембра разнообразия, которые, возможно, в этом инструменте. То есть разные здесь варианты аккордеонов, здесь варианты оркестра. Пойдем в следующий банк. Здесь, ну, наверное, для Франции. Сними их, сними, вот как они смеются. Русский играет на французской системе. Ну и так далее, значит. Переходим в третий банк. Здесь уже всевозможные оркестровые инструменты под разные. Ну, например... Приняточка. Сексафон. Так, поехали дальше. Ну, гитарка. Вот, есть такой набор для всякой немецкой музыки. Переходим в следующий фанк здесь у нас, это пьет соло. Сразу набор целого оркестра. Ну и так далее. В общем, куча-куча всего интересного. Теперь я вам сейчас покажу, какие есть возможности сыграть с автоаккомпанементом. Можно сыграть с автоаккомпанементом и также можно сыграть с минусовками, которые тоже запускаются. Вот здесь вот стоит флешка. И их можно вызывать тоже с самого баяна. Значит, для этого нам нужно включить кнопку. Вот здесь вот будет у нас старт-стоп. И, соответственно, регулировка громкости можно регулировать, можно сделать уровень громкости повыше, пониже. В общем, очень удобно. Ну, а, соответственно, выбрать фонограмму, выбрать минусовку можно вот здесь. Ну, например, выберем что-нибудь. Это то, что уже записано на, ну, например, вот BSM Mucho, допустим. Выбираем. Играем. В общем, можно раз сделать остановку, например. Инструмент беспроводной полностью. То есть можно ходить, ничего из него дополнительного не торчит. То есть только есть кнопка включения. Ну, и для использования push-in.ru вот есть выход, который, в принципе, ну, пока нам сейчас не требует. То есть вот игра под минусовку. Теперь следующий момент я покажу, как играть с автоаккомпанементом. Тоже все без проводов. Этот планшет можно взять, понести с собой, поставить, например, на какую-нибудь подставку и так далее. Значит, как играть с автоаккомпанементом? Значит, переключаем режим, значит, Air Symphony и получается у нас теперь уже... Вот здесь вот у нас меняется гармония. То есть можно выбрать, например, какой-нибудь стиль. Ну, предположим, давайте сыграем какой-нибудь поп. Например, вот так. Можно выбрать темп. Так, стоп. По поводу темпа. По поводу темпа. Темпа я забыл, как это делается. Стайл, стайл миксер. Так, нет. А, вот, может быть, вот темп вот здесь? А, нет. Здесь. Так. Давай, подсказывай. Ну, ладно, вот. А, темпо, 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 темпо плюс темпо. О, окей, 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 окей. Все, окей. Да, 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 все. Да. Молодцы. То есть я поменяю. Сам себе создаю как бы аранжировку. Можно делать сбитки. В общем, это как аналог той Шайтан-машины. Помните, про которую я вам рассказывал? Roland BK7. Только все виртуальное, все более удобно. С планшетом можно работать. В общем, очень это привлекательно, очень интересно. Вот, значит, тут кое-какие функции тоже можно с баяна само переключать, можно менять регистры, которыми мы хотим играть, предположим. Ну, давайте сейчас что-нибудь еще сыграем. Просто сейчас вот идет импровизация такая, что можно сделать, например, вступление. Вступление. Ну и так далее. В общем, вариантов много, вариаций тоже соответственно. Поэтому все функции, которые я изучил, это только, наверное, процентов 20 от того, что может этот инструмент. Ну, в общем, эту меди-систему можно установить в любой инструмент Каваньола. То есть можно и чтобы он был с голосами, и можно, чтобы он был без голосов, как вот этот. Вот, вот, поэтому мы, я думаю, будем сотрудничать. Вот, и если вас вдруг заинтересовал такой вариант, вот, обращайтесь, пишите, звоните. Я сразу скажу, что, конечно, стоит это недешево. То есть по российским меркам, ну, наш меди-система гораздо, конечно, привлекательнее по цене, но по интересным возможностям и функционалам вот эта система, конечно, превосходит. Ну, опять же, если брать, скажем, профессиональное исполнительство, здесь, конечно, очень много интересного. Но если вот брать любительское исполнительство, то, может быть, здесь много функций, которые просто любитель, но ими даже пользоваться не будет. Поэтому, конечно, здесь много плюсов, ну и практически, наверное, нет минусов. Ну что, в общем, всем спасибо за просмотр. Как обычно, не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх. Спасибо оператору Аутен Байо, он, надеемся, станет лауреатом этого конкурса. Ну что, всем пока!